В прошлом году подмосковная госжилы инспекция запустила новое мобильное приложение для управляющих компаний. Зимой коммунальщики фиксировали в нем устранение снежных навесов на кровле и козырьках подъездов. Это приложение помогает в первую очередь госжилы инспекции и администрации области мониторить состояние квартирных домов в онлайн режиме и принимать какие-то решения по устранению каких-то недостатков, недочетов и давать указания уже ОМСУ, рекомендации по устранению этих замечаний. Сегодня чек-лист с заданиями расширили. Теперь в приложении контролируется уборка и ремонт мест общего пользования, а также особая категория на данный момент – дезинфекция подъездов. Запах животных, не перебивая даже запах хлорки или вещества, хорсодержащего, который дезинфекция, я так понимаю, хорсодержащего вещества, но даже не перебивают, значит, нужно более тщательно обрабатывать это помещение. В начале лета представители госжилы инспекции посещали дома 3, 5 и 42 по проспекту Ленинского Комсомола и внесли ряд предложений по улучшению их содержания. После собрания с жителями и определения перечня приоритетных работ сотрудники управляющей компании приступили к ремонту. Сейчас на проспекте Ленинского Комсомола 3 и 42 подъезды полностью отремонтированы. В пятом доме работы закончат на следующей неделе. На сегодняшний момент мы прошли три квартирных дома, посмотрели состояние, оно удовлетворительное. Управляющая организация МУП Ленинского района работает очень интенсивно в этом приложении, отрабатывает практически 98-100% ежедневно. В принципе, мы остались довольны, конечно, есть к чему стремиться, замечания наш МУП получил и будут отрабатывать. Стоит отметить, что сейчас в Ленинском городском округе ведутся ремонтные работы в домах по 14 адресам. Школьная 81, там очень большой масштаб работ проводимых, советская 28 сейчас в работе и там по развилке несколько адресов. Как рассказал генеральный директор УК ЖКХ Михаил Соломатин, уже согласован план ремонтных работ на следующий год. В него вошли более 20 многоквартирных домов. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.